Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наш рассказ о великом древнегреческом мудреце Сократе. Итак, суть учения Сократа заключается в самопознании. Добродетель происходит от знания. Человек, который знает, что такое добродетель, не станет совершать злые поступки. Наоборот, зло проистекает от незнания самого себя. В отличие от прежних философов, которые занимались проблемами мироздания, Сократ важнейшими считал вопросы морали. Повторяя за дельфийским оракулом «Познай самого себя», Сократ обращается к проблеме человека. К решению вопроса о сущности человека, его природе. Можно изучать законы природы, движения звезд. Но зачем жить и так далеко? Как говорит Сократ, Сократ, познай самого себя, углубись в близкое. И тогда, через познание доступных вещей, ты сможешь прийти к тем же глубоким истинам. Человек для Сократа – это прежде всего его душа. А под душой Сократ понимает наш разум, способность мышления и совесть, нравственное начало. Если сущность человека – его душа, то особая в заботе нуждается не столько его тело, сколько душа. И высшая задача воспитателя – научить людей взращиванию души. Благой и совершенной делает душу добродетель. Добродетель связан у Сократа с познанием, являющимся необходимым условием совершения хороших поступков. Потому что, не понимая сути блага, не будешь знать, как действовать во имя добра. Добродетель и разум совершенно не противоречат друг другу, так как мышление крайне необходимо для открытия доброго, прекрасного и справедливого. Сократ раскрывает понятие счастья и возможности его достижения. Источник счастья находится не в теле и не в чем-то внешнем, а в душе, не в наслаждении вещами внешнего материального мира, а в чувстве внутренней исполненности. Человек счастлив тогда, когда его душа упорядочена и добродетельна. Душа, по Сократу, госпожа тела, а также инстинктов, связанных с телом. Это господство и есть свобода, которую Сократ называет самообладанием. Человек должен добиваться власти над собой, основываясь на своих добродетелях. Мудрость состоит в том, чтобы победить самого себя, тогда как невежество ведет к поражению от самого себя. Сократовские идеологи были поиском истинного знания и важным шагом на этом пути было осознание его отсутствия, понимание собственного незнания. Согласно легенде, в эльфийской эпифии Сократ был назван мудрейшим из мудрых. Видимо, это связано с его высказыванием об ограниченности человеческого знания. Я знаю, что ничего не знаю. Пользуясь методом иронии, Сократ надевает на себя маску простака, просит обучить чему-либо или дать совет. За всей этой игрой всегда стоит серьезная цель вырудить собеседника обнагружить себя, свое незнание, добиться эффекта благотворного потрясения слушателя. Ксенофон в своих воспоминаниях о Сократе отмечал, собеседники Сократа искали для того, чтобы сделаться не для того, чтобы сделаться ораторами, но чтобы стать благородными людьми и хорошо исполнять свои обязанности по отношению к семье. Слугам, слугами были рабы, родным, друзьям, отечеству, согражданам. Двое учеников Сократа, Платон и Ксенофон, оставили сочинение обучения своего учителя. Историки и философы спорят о том, кто передан взгляды афинского мудреца в их мир. Платон и Ксенофон во многих отношениях представляют учения Сократа различно. Например, у Ксенофонта Сократ разделяет общее мнение, что врагам надо делать больше зла, чем они могли бы сделать. А у Платона Сократ, вопреки общему мнению, говорит, что не следует платить обиды и злобы никому на свете, какое бы зло не сделали люди. Отсюда в науке возник вопрос, кто из них представляет учения Сократа в более чистом виде. Вопрос этот породил глубокие споры в философской литературе и решается совершенно различно. Одни ученые видят в Ксенофонте самый чистый источник сведения асократовой философии. Другие, напротив, считают Ксенофонта никуда не годным или малогодным смирителем и отдают предпочтение Платону. Впрочем, естественно, что знаменитые воины Сократа и полководец Ксенофонт в первую очередь обсуждали проблемы отношения к врагам на войне. С Платоном, наоборот, речь шла о врагах, с которыми люди имеют дело в мирное время. Некоторые утверждают, что единственным достоверным источником для характеристики Сократа являются комедии «Калия», «Телектида», «Эфподила» и особенно комедии «Аристофана» «Облака», «Лягушки», «Птицы», где Сократ представлен софистом и лесбожником, идеи надедельно реформаторов всех властей, даже вдохновительной трагедии «Эврипида», и где отрежли все пункты будущего обвинения в суде. Но многие другие драматурги современники изображали Сократа сочувственно, бескорестным и добродушным чудаком и оригиналом, стойко переночащим ее взгоды. Многие высказывания традиционно относимых к Сократу характеризуются как парадоксальные, потому что они с логической точки зрения вроде бы противоречат здравым смыслам. К числу так называемых Сократовых парадоксов относят фразы «Зло – это незнание добра». Никто не желает зла, никто не делает зла по своей воле. Добродетель – это знание. Сократовыми парадоксами также могут называться самосылающиеся парадоксы, а в растем которых является фраза в отношении знания, также приписываемая Сократу. Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Сократ утверждал, что существует только один бог, великий разум, управляющий миром. Философ не признавал существование олимпийских богов, что с точки зрения традиционной греческой морали считалось богохульством. По этой причине мудрец и был привлечен к суду, и ему был вынесен приговор «смертная казнь». Как свободному афинскому гражданину ему было позволено самому выбрать способ ухода из жизни, и Сократ выбрал яд. На этом мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Сири Байф Сронт. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!